Законопроект «Справедливая Россия» по отмене обязательного техосмотра для участников получил отрицательное заключение правового управления Госдумы. А вот законопроект, аналогичный от партии «Единая Россия», обещают принять и подписать до конца 2021 года. Все подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Сегодня я хочу поделиться последней самой актуальной информацией по поводу темы отмены техосмотра для участников в России. Я напомню, что на сегодняшний день на рассмотрение Госдумы находятся сразу два законопроекта, которые касаются отмены техосмотра. Первый законопроект внесла партия «Справедливая Россия» в июне 2021 года. Этот законопроект предусматривает отмену обязательного техосмотра для всех категорий транспортных средств, которые принадлежат частникам, то есть для легковых автомобилей, для мотоциклов, а также для грузовиков и автобусов, которые не эксплуатируются в коммерческих целях. Второй законопроект – это документ от «Единой России». Он был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года. Этот документ предусматривает отмену обязательного техосмотра только для мотоциклов и для легковых автомобилей-частников. Вчера вечером по обоим этим документам появилась актуальная информация. Что касается документа «Справедливая Россия», в учетной карточке вчера, 26 октября, было опубликовано официальное заключение правового управления Госдумы на данный законопроект. Понятное дело, что это заключение стало отрицательным, то есть правовое управление данный документ не поддержало. Это у нас законопроект по отмене техосмотра, который был внесен в «Справедливой России». Как я уже показывал в предыдущем видео, 20 октября 2021 года документ был передан на рассмотрение Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. И вот вчера, 26 октября, здесь появилось, то есть было опубликовано заключение правового управления Госдумы по данному законопроекту. Итак, заключение на проект федерального закона номер такого-то об отмене техосмотра. То есть перед первым чтением было подготовлено данное заключение. Проектом федерального закона предлагается отменить проведение техосмотра для транспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых исключительно в личных целях. Предлагаемый в проекте подход, направленный на исключение из регулирования федерального закона от 1 июля 2011 года номер 170, но это у нас имеет в виду закон о техосмотре, транспортных средств, исходя из цели их использования, не согласуется с основной целью осуществления технического осмотра, оценка и соответствия транспортных средств с обязательным требованием безопасности, часть 1, ст. 4 указанного закона, которые установлены для транспортного средства как источника повышенной опасности, независимо от цели их использования, статья 1079 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, в соответствии со статьей 16 Федерального закона о безопасности дорожного движения, к основным требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств относятся обеспечение технически исправного состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Параллельно с этим, вчера же, 26 октября, Комитет Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре, в которой были переданы оба эти законопроекта для работы и рассмотрения, одобрил полностью текст законопроекта «Единой России», который, как я уже сказал, предусматривает отмену техосмотра для частников, владеющих мотоциклами и легковушками. Как рассказали вчера в данном комитете, законопроект официально рекомендован к рассмотрению в первом чтении в ноябре 2021 года. Кроме того, в данном комитете впервые озвучили ориентировочные сроки. По информации руководителя данного комитета, законопроект «Единой России» об отмене техосмотра для частников должны успеть рассмотреть сразу же и во втором и в третьем чтении в течение ноября и декабря 2021 года. Теперь, что касается законопроекта от «Единой России», он точно так же 20 октября был передан на рассмотрение тот же самый Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. И вот вчера, соответственно, на сайте «Единой России» была опубликована информация от этого Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. 26 октября в 12.11 был опубликован пресс-релиз на сайте «Единой России». В Госдуме поддержали законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 26 октября одобрил законопроект партии и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении, сообщил глава Комитета Евгений Москвичев. До Нового Года мы его примем во втором и третьем чтении. Закон «Единой России» предполагает добровольное прохождение техосмотра. Он не нарушает ни один действующий закон. О регистрации, о техосмотре, о техническом регламенте, законы стран Евразес. Мы не нарушаем концепцию, которая говорит о том, что техосмотр должен проходить грузовой и пассажирский транспорт. В случае принятия закона, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц. Для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной. Пояснял ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Соответственно, в тексте данного документа я вам уже показывал, что он вступает в законную силу с официальной даты публикации подписанного президентом документа. То есть после того, как документ пройдет уже третье чтение, если он будет одобрен в том виде, в котором он сейчас есть, то есть никакие изменения и доработки в него вноситься не будут, то, соответственно, дальше уже остается дело техники. Это утверждение в Совете Федерации и передача на подпись президенту России. Соответственно, можно сделать вывод, что если в таком же темпе все это будет рассматриваться, то вполне вероятно, что действительно данный законопроект, отменяющий обязательно техосмотр для частников, может быть принят и подписан до конца текущего года. Соответственно, как только подписанный документ будет официально опубликован на сайте Кремля, на портале правовой информации, то именно с этой даты техосмотр будет считаться официально отмененным. То есть его в обязательном порядке будут в дальнейшем проходить только, получается, владельцы грузовиков, автобусов и такси. Единственный случай для остальных категорий транспорта, то есть для мотоциклов и для автомобилей, когда техосмотр все-таки в порядке исключения проходить придется, это касается транспортных средств старше 4 лет, с которыми совершаются какие-либо регистрационные действия. Это может быть постановка на учет, купли-продажи транспортного средства, внесение изменений в конструкцию, замена какого-то базового агрегата. То есть в любом случае, если вашему транспортному средству более 4 лет, и вы при этом обращаетесь в ГИБДД для совершения регистрационных действий с этим транспортным средством, то вот в таком случае проходить техосмотр придется. В остальных случаях, если вы просто, как обычный автолюбитель, эксплуатируете свое транспортное средство, неважно сколько ему лет, техосмотр для вас в случае подписания данного документа будет официально отменен. В принципе, все шансы, что до конца текущего года эта отмена состоится, есть. Дело в том, что у меня, например, есть лично пример ускоренного подписания, отвязки так называемой техосмотра от ОСАГО. Про это, наверное, вы все помните. То есть 22 августа 2021 года у нас диагностическая карта техосмотра была исключена из перечня документов, которые необходимы для оформления полиса ОСАГО. Данный законопроект был внесен в Госдуму, насколько я помню, в марте 2021 года. И уже в июле он успел пройти, получается, 3 чтения, был одобрен Советом Федерации, был подписан. И спустя некоторое время он вступил в законную силу. Вот этот законопроект, которым техосмотр был отвязан от ОСАГО. Он уже сейчас подписан. Я единственное, что хочу показать, насколько быстро он рассматривался. То есть, смотрите, он был внесен в Госдуму 1 марта 2021 года. Далее, 24 марта, то есть в этом же месяце он был рассмотрен в первом чтении. Ко второму чтению он был доработан. Именно ко второму чтению в этот документ были внесены поправки, которые предусматривали возможность оформления полисов ОСАГО без техосмотра. То есть в первом чтении в этом документе таких поправок вообще не было. Соответственно, получается, 3 июня 2021 года эти поправки появились, и они сразу же были одобрены во втором чтении. Уже 11 июня, то есть через неделю, законопроект был одобрен в третьем чтении. 23 июня законопроект был одобрен Советной Федерацией. 2 июля он был уже подписан, соответственно. И 2 июля он был официально опубликован. То есть с этой даты, получается, закон вступил в законную силу. Ну и единственное, что в документе была прописана дата вступления в силу поправок, касающихся отвязки ОСАГО от техосмотра, 22 августа 2021 года. То есть только поэтому эти поправки вступили в силу позже. Таким образом, если все будет развиваться по аналогичному сценарию, в принципе, нельзя исключать, что техосмотр все-таки в 2021 году успеют отменить. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным. Что вы думаете по этому поводу, вы традиционно можете поделиться в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока!